Привет всем, кто переживает за судьбу Украины. Так как меня в последнее время обвиняют в том, что я позволяю себе резкие выражения, давайте я ничего не буду говорить, а вы сейчас спокойно прочитаете с экрана реакцию достаточно известного человека в Украине Юрия Гудзименко. Итак. Это не реакция человека, который матерится постоянно, и не реакция человека, который неожиданно упал на голову. Это реакция нормального человека на то, что он видит и то, что сейчас происходит в Украине. У меня она приблизительно точно такая же. Как вы здесь видите, это скрин с сообщения администрации президента Украины. На русском языке это звучит так. Вопиющее нарушение Минских соглашений применение артиллерии свидетельствует по меньшей мере о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями. Как вам это? Вы поняли, что заявляет администрация президента Украины? Если перевести на человеческий язык, это звучит так. Представьте себе год этак 42-й или 43-й голосом Левитана из Москвы обращение к оккупационным немецким войскам и непосредственно Гитлеру. Ребята, вы захватили территорию, нет проблем, мы полностью согласны. Только вы там, пожалуйста, порядок наведите и возобновите контроль над всем, что вы там захватили. Пожалуйста, иначе мы тут в Москве несколько обеспокоены. Вот ровно так звучит это заявление. Мы продолжаем видеть, как с каждым следующим шагом, с каждым заявлением, с каждым действием президента и его команды сдается Украина. Ее просто подталкивают, подкладывают под Россию. Возникает вопрос, к чему были все эти 5 лет вооруженной борьбы, все эти 13 тысяч жертв? Где все эти вопиющие гордоны и прочие, которые рукоплескали этому маленькому никчемному человеку? Почему они сейчас не выступают и не бьют в бубен, читая вот это от администрации президента? Почему все спокойно и безмолвно сдают эту страну? Дело в том, что они там решили типа возобновить разговоры с Россией и как ответ с российской стороны произошел артиллерийский обстрел. И погибли два украинских солдата, еще 10 были ранены. Обстрел шел из детского сада или из пункта, как они обычно выбирают детские площадки, школы и так далее. Тактику этих мразей все давным-давно выучили, они именно так и поступают. Это люди без стыда и совести. Им на самом деле все равно, ответят ли украинские войска, потому что им плевать на своих детей, это давным-давно понятно. Но, если раньше украинская армия отвечала в ответ на подобные выходки, то сейчас, как заявил Леонид Кучма, не стоит отвечать на провокационные выстрелы. Если провокационные выстрелы ведутся со стороны детских площадок, значит нужно подождать, а отвечать нужно только в открытых боях на каких-то открытых площадках. Вот так вот. Значит, сидите, украинские солдаты, и ждите, как они потихаря будут обстреливать вас по-прежнему с площадок школ и детских садов. Заявление Зеленского, обращение в сторону России, что Россия должна возобновить контроль на этой территории. Само по себе подписание признания, что якобы России там нет, Россия оттуда ушла. Но это неправда. Ребята, я не знаю, конечно, как реагируете вы, но вот лично мне очень обидно наблюдать за тем, как сдают эту страну. Следующим шагом после призыва России восстановить контроль над этими территориями будет призвать оккупанта стать миротворцем в этой истории. Дескать, в Украине две части этой страны договориться не могут. Нужна Россия для наведения порядка. Я хотел бы присоединиться к следующему призыву. Украинцы, давайте перестанем отмалчиваться в ответ на провокационные информационные бомбардировки. То, что происходит с украинским публичным пространством, напоминает сейчас информационную диверсию, которая всегда предшествует вторжению вражеской армии. Слухи, вбросы, скандалы, нагнетание паники, насаждение тревожной неопределенности. Это методы информационной войны, которые описаны во всех учебниках по массовой коммуникации. Сегодня война ведется внутри Украины, на украинских экранах официальных страниц институтов украинской власти. Сегодня украинская власть ведет борьбу с собственным народом. Иными словами, инициативы президента не поддерживаются большинством украинцев, но они продолжают идти на сближение с оккупантами. Война с собственным народом пока еще только информационная, но тем не менее это все-таки война.